Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите новый проект на телеканале «Брянская губерния». Он называется «Мой бизнес». Я Александр Новиков. Сегодня у меня в гостях успешный брянский предприниматель, учредитель сети центров заточки ЦЭК Константин Кушиков. Константин, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Еще до записи этой программы мы побывали у вас на предприятии. Спасибо, что вы нас приняли, провели для нас небольшую экскурсию. Я предлагаю нашим зрителям посмотреть видео-версию этой самой экскурсии. Сеть центров заточки ЦЭК – это полный комплекс услуг для салонов красоты и мастеров бьюти-индустрии по заточке, ремонту и продаже парикмахерского и маникюрного инструмента, оборудования и всех необходимых расходных материалов. И, кстати, сейчас мы делаем такую услугу, как рассрочка оборудования всего вашего салона красоты или ногтевой студии. Все полностью под ключ, абсолютно беспроцентная рассрочка. У нас в продаже имеется новый инструмент, только с нашей заточкой, от центра заточки ЦЭК. Все мастера, приходя к нам, получают возможность приобрести полный комплект инструментов, расходных материалов и мебели для полноценной работы в своем салоне красоты. Начиная от лаков, фрез, заканчивая полноценной мебелью, сухожарами, лампами маникюрными, стерилизаторами. В наших центрах всегда самый большой ассортимент парикмахерского маникюрного инструмента, так как мы все-таки специализируемся на инструменте, непосредственно на железе. Поэтому всегда любой мастер может найти свою модель всегда в наличии или уже в крайнем случае заказать и в течение недели получить свой желанный инструмент. Мы работаем напрямую со всеми ключевыми производителями, и это дает нам, естественно, возможность продавать весь инструмент по самым выгодным ценам и дает возможность иметь полный ассортимент, начиная от самого дешевого сегмента и заканчивая такими, как Stalix Exclusive уже с премиальной заводской заточкой. Наши клиенты в основном парикмахеры, мастера маникюра, флешмейкеры, грумеры. Также мы затачиваем строительный инструмент, медицинский инструмент, портновские ножницы и ножи на верлок. Помимо профессионального инструмента мы также затачиваем бытовые ножи, ножи мясорубок, охотничьи ножи. В наших центрах действуют такие акции, как при покупке от 3000 рублей мы предоставляем скидку 5%. Также на заточку инструмента мы предоставляем скидку 5% за отзыв в соцсетях. И действует самая востребованная услуга, бесплатный курьер в обе стороны от суммы в 1250 рублей. На данный момент мы являемся самой масштабной сетью в России по количеству открытых центров, а их 36 по России и СНГ. В Брянске у нас обучающий центр, который также является школой заточников, одной из лучших в России. Перейдем к преимуществам предпринимательской деятельности. Конечно же, в первую очередь, это возможность заниматься любимым делом и самостоятельно распределять свое время, плюс постоянное самосовершенствование, которое от нас требует рынок. Вторичное же преимущество – это заработок и ощущение личной важности себя как начальника, к чему, скорее всего, и стремятся новоиспеченные предприниматели. Константин, ну расскажите нашим зрителям и мне лично, с чего начинался ваш бизнес и сколько лет ему? Как и любой бизнес, всегда все начинается с выявления потребностей у клиента и закрытия их болей. Поэтому, естественно, поняв для себя, что не только в Брянской области проблема обстоит с заточкой инструментов у мастеров бьюти-индустрии, у грумеров, даже в медицинской отрасли эта проблема очень часто стоит, потому что у нас есть такие моменты, когда к нам медсестры приходят за свои деньги, точат медицинский инструмент государственный и говорят, что мы лучше свои деньги отдадим, но будем нормально работать, потому что почему-то финансирование на это не выделяется. Вы говорите про обычные скальпели? Нет, скальпели у нас одноразовые. Это скорее относится либо к обычным ножницам, которыми пользуются медсестры, либо хирургическим инструментам, тоже там специальные ножницы. Скальпели, да, естественно, сейчас одноразовые. Поэтому, явно видя такую проблему, сразу определились, что ее нужно решать. И решать, естественно, в рамках не только Брянска и области, в рамках сначала всей России, а потом, естественно, уже и вышли на страны СНГ. Сейчас мы создали полноценный комплекс услуг для мастеров бьюти-индустрии, где они могут закрыть все свои потребности, такие как заточка инструмента, ремонт парикмахерского маникюрного оборудования и приобретение абсолютно всех необходимых расходных материалов, инструмента, мебели для салонов красоты и так далее. То есть полностью укомплектовать свою студию маникюра, либо полноценный салон красоты. И началось это все с 2016 года. То есть дело молодое, это по сути. Да, конкретно это направление абсолютно молодое. Тут недавно отпраздновали три года нашему развитию. И всего за год, обкатав модель на Брянском центре, мы решили сначала развиваться своими силами в других городах, но столкнулись с такой серьезной проблемой, как мастера. Потому что обучение одного мастера-заточника занимает минимум месяц. Даже при том, что у нас сейчас считается одна из лучших школ заточников по всей России СНГ, все равно это достаточно большие вложения в одного мастера. У нас сейчас обучение на мастера-заточника месячное стоит 170 тысяч рублей. Да, такие деньги. Но действительно они того стоят, потому что человек уже за месяц приобретает себе профессию, с которой может до конца жизни абсолютно обеспечить себя и полноценно всю свою семью. — Константин, а выбор был, когда три года назад вы решали создать это свое дело? Почему именно бьюти-индустрия, почему именно заточка? Или были варианты какие-то другого бизнеса? — Да, конечно, были варианты. И другие варианты бизнеса развивались и развиваются сейчас. Но, наверное, как во всех начинаниях, скажем так, не всегда только все зависит от нас. Скорее всего, есть определенные обстоятельства, которые складываются должным образом, и мы приходим, соответственно, уже к тому, что имеем на данный момент. — Что требуется для стартапа, вот мне, как человеку далекому от предпринимательства, вот какими средствами, какими навыками, знаниями нужно обладать, чтобы свое дело открыть? И какими средствами обладали вы? — Нужно, наверное, определиться, по какой методике идти. То есть есть две противоположные методики. Первая, естественно, как у нас в России принято, мы смотрим какой-то на свой бэкграунд, определяемся, какими навыками мы владеем, какие родственники у нас чем занимаются, чем они могут помочь, кто может дать какое-то финансирование. Или некоторые люди считают, что я лучше сейчас три года поработаю, накоплю денег и потом открою. Ну, у нас сейчас, я считаю, кредиты максимально доступны. Плюс у нас большое количество фондов микрофинансирования для предпринимателей. Поэтому, скорее всего, эти три года стоит потратить не на работу, а на то, чтобы выплатить уже этот кредит в своем деле. И, соответственно, у нас люди идут от своего опыта и, скорее всего, даже не понимают, к чему хотят прийти. Просто думают о том, что нужно развить свое дело. Или есть другой вариант развития событий, когда люди идут уже от какой-то цели. Они видят определенную цель, что мне нужна определенная компания, мне нужен определенный доход. И уже подбирают, и вот смотрят. Например, шиномонтаж приведет меня к этой цели или нет? Там открытие автомойки приведет меня к моей цели или нет? А 300 тысяч рублей, которые мне может дать дядя Петя, мамин брат, приведут меня к цели или нет? Или, возможно, нужно 300 миллионов, и нужно инвестора искать под это дело. И 300 тысяч у дяди Пети, скорее всего, в ненужное русло вас приведут, еще и в финансовой какой-то кабале окажетесь. И ни к цели не придете, и бизнес не построите. Ну, а вам кто больше помог, родственники или кредитные организации? У меня вообще было две составляющие, и родственников, и кредитные организации. Спасибо большое всем моим родственникам, которые... На момент это был... Сейчас я скажу, какой год. Это был десятый год. На всех имеющихся родственников я оформил кредиты. Платежей было ровно столько, сколько я зарабатывал, плюс чуть-чуть поесть. Поэтому, как многим сейчас кажется, что предприниматель — это про свободное время. Да, безусловно, вы свободны в своем времени. Хотите, работайте по 12 часов, хотите по 18. Хотите днем, возможно, что не может делать наемный сотрудник. Днем вы можете там три часа уделить каким-то своим занятиям, потом просто вечером доработать. Или ночью, возможно. Ну, естественно, это мы говорим про рамки стартапа, когда действительно нужно выкладываться полноценно и свободного времени не ожидать. Потом, естественно... Появляется. Больше... Скорее всего, не просто появляется, скорее всего, вы научитесь его для себя выкраивать. Константин, а как вы вообще пришли к такому осознанию, что нет, я не хочу быть наемным работником, я буду работать на себя? К осознанию? Наверное, я просто решил не пробовать себя как наемным сотрудником. Вы у меня не работали? Ни на кого? Нет, нет. И это не то, что была какая-то принципиальная позиция. Нет, ни в коем случае. Абсолютно полностью разделяю те предпочтения людей, которые идут на наемную работу. У них есть понимание будущего, стабильность, и это тоже неплохо. Ну да. Это, наверное, просто... А клад, воздух, больничный? Конечно, конечно. Это просто, наверное, определенные потребности. То есть кто-то может жить в состоянии неопределенности, а кому-то это просто не нужно. Вот вы уже сказали, что вышли далеко за пределы Брянска. У вас 36, да? Да. 36 центров по всей России и в том числе в странах СГЭ. Легко ли было создавать эту сеть? Все-таки другие города, другие люди, другие страны. Создавать? Я так могу сказать. Наверное, тяжело создается сеть, когда в ней нет интересной идеи и должного подхода. У нас это все было, все это в комплексе, и это привлекало людей. Половину из этих городов мы открыли практически без рекламы, без какого-то сайта, который у нас сейчас имеется по продаже франшиз. К нам просто люди обращались, и мы им помогали. Вот это тоже интересный момент, вот это создание франшизы. Ну, у нас, наверное, сейчас Россия только входит в, скажем так, такое понимание бизнеса. Пока у нас, в принципе, в России только концессия есть коммерческая, даже слова франшизинга такого в юридическом языке нет. Но мы прекрасно понимаем, смотря на западное, что модель рабочая, модель однозначно интересная, как для франшизи, которые покупают франшизу и уже пользуются абсолютно всеми наработками, так и франшизера, который может масштабироваться очень быстро с чужими финансами, а самое главное, с чужими головами и руками, которые будут локально выполнять все прописанное в договоре. И когда они максимально болеют за свой центр, это все равно минимум в два раза эффективнее, чем там просто бы стоял бы наемный работник на зарплате. Ну и раскрученное имя, бренд, логотип, да, это же тоже немаловажно, чем создавать свой новый, раскручивать его, либо уже купить и раскручивать. Да, в любом случае, мы даже открывая первый центр, у нас ушло где-то в 1,7 раз больше денежных средств, чем мы предлагаем сейчас открыть даже с нашим интересом в рамках паушального взноса. То есть сейчас можно центр заточки цех открыть от 500 тысяч рублей. Полноценно функционировать, зарабатывать и однозначно будет намного интереснее даже в финансовом плане, чем зарплаты у наемных сотрудников. Но вы сказали, что была проблема кадров. Как ее удалось решить, кроме того, что люди приезжают к вам учиться? Поэтому мы и решили проблему кадров, пойдя по методике развития по франчайзингу. Человек, купивший франшизу, это, как правило, либо сам основной мастер на точке, либо он непосредственно будет контролировать того самого мастера, который отправляет нам на обучение. Поэтому и проблема с кадрами быстро решилась, потому что они уже как бы не совсем наши наемные сотрудники, за которыми нужно постоянно следить и проверять их качество. Благодаря тому, что либо сами люди осознанные, либо над ними следят уже локально. Либо у них свой директор, да? Да, конечно. У нас есть определенные правила, которые мы доносим до наших клиентов. В любом случае, если, во-первых, когда мы открываем свой центр, мы с одного салона красоты, один инструмент затачиваем абсолютно бесплатно. То есть мы в рамках знакомства, при входе в очередной город, мы со всех салонов собираем инструмент, бесплатно им по одному затачиваем, и тем самым мощно врываемся в город, показывая свое качество и то, что нам можно доверять. И следующее обязательно условие в нашей работе — это если мы каким-то образом портим инструмент без возможности его восстановления, мы всегда возвращаем абсолютно такой же, только новый инструмент. И это наше табу. А в убытке не загоняет это такая гибкая политика? Я могу сказать, что это сравнимо с рекламным бюджетом. То есть если мы можем не быть так лояльны, но мы потеряем клиента, и покупка, скажем так, прям покупка нового клиента через рекламный бюджет нам станет намного дороже, чем отдать абсолютно новый инструмент, а еще и клиент будет максимально рад, и еще он четверым расскажет обязательно, что ему прям новый в упаковочке отдали. Так они же могут специально принести такие ножницы, которые на соплях держатся, они у вас в руках рассыпятся, и вы им новые отдадите? Могут, конечно. В таких случаях, во-первых, мастер на приемке сразу скажет, что такой инструмент, извините, мы не то, что мы не будем затачивать, а мы не хотим тратить ваши деньги для того, чтобы затачивать столь плохой инструмент. Ну вот вы создали эту сеть из 36 центров по всей стране и за ее пределами. Каково ею управлять? Хватает ли рук? Естественно, управление, как и весь бизнес, это только команда. Команда, люди, без которых это абсолютно было бы невозможно, потому что, как есть известное правило, что нужно собрать команду, а потом уже выбирать вектор направления своих действий. То есть, хоть это слово и звучит, как в единственном числе, предприниматель, но само по себе оно подразумевает за собой еще несколько человек, как минимум. В любом случае, мы понимаем, что предприниматель плохой исполнитель. Поэтому, скорее всего, предприниматель — это тот, кто видит общую картинку своей цели и цели всей компании целиком. И это просто генератор идей. Но все-таки это локомотив, который движет за собой состав. Да, конечно. Это локомотив. Ну, хорошо, допустим, у меня есть полмиллиона или у наших кого-то из зрителей. Кто-то решит к вам обратиться работать по франшизе, кто-то решится за свое дело. Константин, с какими проблемами нужно быть готовым столкнуться на старте своего бизнеса? Как правило, франшиза уже само собой подразумевает то, что проблемы будут сведены до минимума. Потому что у нас все франчайзи действуют по регламентам и ошибиться практически невозможно. У нас все переписано в видеоинструкции. Каждый новый работник открывает свою видеоинструкцию, смотрит, как ему работать. И там написано, то есть там прямо снято все вплоть до того, как включается свет, когда он должен выключаться, а когда уходить с работы. Поэтому влево-вправо, даже если люди удосуживаются уйти, у них всегда есть личный менеджер, курирующий их, который все равно не дает этого сделать. Поэтому все, начиная от бухгалтерии, обучения, закупок, найма персонала, поиска клиентов, это мы полноценно все берем на себя. Поэтому я не говорю, что в любой франшизе риски исключаются, потому что мы, к сожалению, живем сейчас, наверное, в такой бум франчайзинга, который, скорее всего, чуть позже пройдет. Просто сейчас люди хотят упаковать абсолютно все во франчайзинг, лишь бы какие-то деньги отбить. Когда у самого бизнес не пошел, люди считают, что нужно его упаковать во франчайзинг, чтобы продать хоть сколько-нибудь, чтобы отбить. Поэтому в интернете есть куча методик по поводу того, как правильно выбрать франшизу, как правильно проверить франшизу. И, естественно, всегда нужно для себя выписать, взять листочек, выписать, что я получаю от франшизы и что я буду или потеряю, или что я поимею, если я буду действовать сам по той же схеме. Ну, то есть, я так понимаю, что франчайзинг, по вашему мнению, это не панацея и не рецепт успешного бизнеса. Абсолютно нет. Самые частые звонки у нас сколько я буду зарабатывать, если куплю вашу франшизу. Вот ответ, если не будете ничего делать, то нисколько. Все логично. Франшиза это в любом случае инструмент. Каким бы хорошим бы он не был, как бы все пункты там не были прописаны, все равно нужно будет делать и не думать, что вы как инвестор там купили биткоины в декабре 17-го и все у вас получится. То есть, это инструмент, которым тоже нужно уметь пользоваться и в неумелых руках он только навредит. Да, конечно. Ну, навредить не навредит. Я точно могу сказать, что у нас ни одной убыточной точки нет в операционном минусе вообще даже с первого месяца нет. Но, естественно, прибыль уже зависит от того, насколько целеустремленный человек, насколько он все-таки хочет это делать и развиваться. А спрос есть во всех точках, да? Во всех 36-х? Спрос однозначно есть во всех точках. Конкуренции у нас практически нет. На данный момент мы являемся самой крупной сетью центров заточки по России и СНГ. Я трогаю, что головной офис в Брянске. Да, на всякий случай, да, я поправлюсь, что самой крупной по количеству открытых центров. Надо, что мы... Константин, какой бы вы совет могли дать предпринимателю-начинающему, ну, вот, имея за плечами свой собственный жизненный опыт? Наверное, совет, как мы уже разговаривали по поводу того, что нужно определиться, по какой концепции мы идем. Либо мы идем от того, что имеем, либо мы берем свою цель и подгоняем под нее все начальные ресурсы, которые у нас есть. И, скорее всего, это будет просто делать, делать и делать. Все супер просто. Нужно брать идею, пробовать, не подходит. Берем следующее. И самое главное, я считаю, не нужно зацикливаться, если у вас получился какой-то результат небольшой, но потом дальше не идет. И, как правило, у нас предприниматели зацикливаются на этом, они боятся бросить то, что у них уже как-то получилось, что они вложили деньги, силы и так далее. Но зачастую намного проще бросить это и начать заниматься чем-то другим, потому что, скорее всего, вы должны быть готовы, если вы этого не сделаете, то в ближайшее время останетесь вместе со своим бизнесом, который будет у вас вытягивать 2 до 4 на 7 времени. Тем более, сейчас, в 2019 году, популяризация бизнеса идет настолько активно, очень много поддержек со стороны государства. у нас, как я повторюсь, много фондов микрофинансирования бизнеса, у нас в Брянске центр развития предпринимательства, который максимально помогает нашим предпринимателям, бизнесменам, поэтому нужно обязательно пробовать, обращаться, узнавать, какие программы есть, участие в выставках, финансировании, форумы и так далее. Сегодня в студии программы «Мой бизнес» был предприниматель, учредитель сети центров заточки цех Константин Кушиков. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова